Михаил Юрьевич, наша страна бедная. Да? Нет. Почему? Наша страна очень богатая. Наша страна богата природными ископаемыми, землей, людьми. Мы богаты. Мы по территории, по-моему, самая большая страна, по населению огромная, с огромным потенциалом, с выходом к морю. Мы богатая страна. Просто потенциал этот не реализован. Вот, например, Израиль бедная страна. Но они стали богатыми за счет своего труда, мозгов, совести, небезразличия, жажды конкуренции. Кто отвечает за то, что общество и страна и государство остались бедными? Не олигархи. Они очень много предприятий привели в порядок. Они подняли, они платят налоги, они сегодня создают прибавочную стоимость. Знаете, единственное оправдание у предпринимателя – это получение добавочной стоимости. Потому что, в принципе, как вы говорите, богатый бизнесмен – это, в общем-то, достаточно аморально. То есть, ты богат, а кто-то беден. Стыдно. Ну, как-то не очень это все приятно, когда бедных. Ну, когда на Лексусе, да, и когда там нищие стоят. Да, да. Это как-то вот в нищей стране, в нищей стране это как-то вот не очень. Власть. Только те, кто были министрами, президентами, премьерами, они все, они несут ответственность. Подождите. Это они должны были уравновесить это все. Единственное, за что в ноги кланяюсь Кравчуку – это то, что он нас из Советского Союза забрал. Подписал, взял на себя смелость и так далее. При Кравчуке не началась массовая приватизация. В контексте вот нашего разговора о бедности и богатстве. Пусть мы просто пошел путем создания аллергархического капитала. То есть, по сути, пошли путем воровства. С чем это было связано? Парламент, я помню, третий созыв, 98-й мод. Вот. До этого как бы все подметали, пылесосили и так далее. При Кузьме в первом созыве, 94-й, 94-й. Какой вклад внес Виктор Андреевич? В период утраченных возможностей он нас всех предал. Я помню этот разговор, как сейчас. Я был советником Тимошенко, и она уехала на разборы полетов в Сющенко. И мы остались в приемной, не приемной, у нее в кабинете с Турчином. Он тогда поздравлял СБУ. Сидеть и ее ждать. Мы просидели два или три часа. Она приезжает с такими глазами. Он сказал, чтоб я отвалила от нефтегаза. Я говорю, что? Он меня оскорблял, он показывал на свое лицо и кричал. Ты видишь, Юля, с чем я заплатил за то, что я сюда попал? Отвали от нефтегаза. Это мое. Ну, с Тимошенко вы здороваетесь, она же тоже… Нездороваясь с Тимошенко тоже. Она такая же. Потом она пришла в премьер, помните, и подписала с русскими страшный контракт. И вот когда она подписала контракт в 2009 году. Знаете, что я написал у себя тогда в Live Journal? Это все есть. Потом перешло ко мне в Facebook. Это все есть, можно найти. Я написал «Прощай, Севастополь». Про Януковича, ну, это банально. Януковича изнасиловали, он получил 100 долларов понижения стоимости газа и подписал еще на 50 лет там им Севастополь. Но когда здесь, на Майдане, в 2014 или в 2013, кинули первый коктейль Молотова в полицию, ну, в Берку, я написал «Прощай, Крем». Опишите эту страну, которую мы построили. Ну, сегодня оно уже на что-то похоже. Вот верите, вот на что-то плюс-минус попринимали кучу, как бы, законов, какие-то НАБУ, какие-то декларации, какие-то реестры. Проблем, на самом деле, огромное количество. Ну, вот с чего бы я хотел увидеть, с чего бы, значит, должна была власть Владимира Зеленского. Слуги народа. Не слуги предпринимателей, олигархов, Запада, а народа. Он себя так, знаете, назвался грибом, полезай в кузовок. Назвался слугой народа, давай служи. Слова «Борьба с бедностью» как были словами, так и остались. Я пока читаю, что их задача в правительстве – убрать бумажный документооборот, перейти на электронный. Абазда Мазаров говорил. И пытался сделать Семенова Женка. И читаю о том, что их задача – это государство в смартфоне. Они знают, что у людей этого смартфона, у 30-33% нету в стране, близко, и интернета. Они не знают, как я этим понял. Им досраки это все. Они кушать хотят нормально, они хотят жить нормально, они хотят жилье нормально, они хотят вообще всю нормальную жизнь. Нужно другие проблемы решать. Нужно задать себе вопрос. Вот я пришел к президентам и премьерам. Какой у нас возраст жизни людей? Средний. Ага. Мужчина там 63, средний. Женщина 68. Отлично. Вот я берусь, вот я это хочу услышать от Зеленского. Что будет на 5 лет, за мои 5 лет правления, средний возраст жизни увеличен. Что сегодня умирает в год 500 тысяч, а рождается 350. Вот я берусь, что за 5 лет это сравняется. Не путем даже увеличенных рожденных. Ну хотя это тоже должно быть. Потому что когда у людей есть деньги, они рождают детей. С удовольствием. Еще страна у нас такая прекрасная. Земли столько. А что в несмертность упадет? Вот задачи, которые я хочу услышать, которые они будут решать. Что нужно человеку для того, чтобы стать богатым? И что такое богатым? Первое, ему нужно много работать. Ему нужны знания, способность конкуренции и много трудиться. Никакие вот эти лифты, которые придумали сегодняшние, в пользу нашей стране не пойдут. Я не верю в парашютистов и в лифтеров. Я верю только в тех, кто много трудился, создал себя сам, научился создавать благо для своей семьи, построил дом. И он тогда что-то сможет сделать для нас, для всех других. Пусть приходит. Но если вы хотите что-то создать, вам надо трудиться много. Продолжение следует... Продолжение следует...